Музыка Как русский народный праздник Кузьминки связан одновременно с пирогом-курником и с выбором спутника жизни? Сколько жителей Самарской губернии считают себя поляками? Как провожали осень и радовались новому урожаю в чувашских деревнях и селах? Пятый раз в Самарском институте культуры отметили русский народный праздник Кузьминки. Сегодня день святых православных бессеребренников Козьмы и Дамиана. В традициях русского народа в этот день молодежь собиралась в пространстве крестьянской избы. До 1936 года клубов сельских не было. Задачей их праздников было проводить осень и встретить зиму. Поэтому так Кузьминки по осени поминки. Кузьма и Демьян считались покровителями домашней птицы. В этот день на Руси было не принято осуждать парней за воровство кур. Если уж хозяин не досмотрел, сам виноват. А у молодежи будет угощение. Краденых кур парни несли девушкам, а те пекли курники для традиционных вечерок, куда молодежь со всей деревни приходила друг на друга посмотреть. Парни выбирали девушек, девушки приглядывались к парням. Ведь Кузьма и Демьян были также покровителями будущих брачных пар. Праздничный наряд на девушке показывал, хороша ли она как рукодельница. И ее пирог говорил, какая она хозяйка. Парни стремились показать удаль в играх и плясках. Каждый год отмечаем Кузьминки. Даже в классе, в 101-й аудитории мы иногда периодически собираемся. И также, как и раньше в старину, проводили вечерки. Также проводим вечерки, играем. Поцелуи на играх также есть. Стол у нас накрыт. То есть все, как в старину раньше было. А зачем вам это? Чтобы хранить традиции, сохранять, не забыть, не потерять, не растерять все это. Но сегодня Самарская губерния – многонациональная территория. Множество представителей других народов учатся и в Институте культуры. Поэтому Кузьминки здесь проходят необычно, в виде фольклорно-этнографического конкурса «Этнолик». Здесь студенты разных национальностей рассказывают друг другу о традициях своих предков, о культуре тех народов, чьи крови смешались в их личной родословной. Узбекская культура отличается добротой народа, открытой душой. Они очень рады всегда гостям, всегда угощают всех. У них даже есть такая особенность. Если они зовут кого-то в гости, при этом рядом с этим человеком находятся другие люди, то они обязаны позвать всех рядом стоящих с этим человеком людей. Анастасия с удовольствием рассказала своим товарищам об исторической родине, ее культуре и традициях. Но с не меньшим вниманием она слушала выступления 12 других участников конкурса, которые делились историями своих семей и знакомили друг друга с традициями своих народов. Всем молодым людям было интересно узнать о русском празднике Кузьминки, который собрал их вместе. Все-таки я здесь живу с шести лет, и моя вторая часть – это русская культура, поэтому мне, конечно, интересно. Насколько они гармонично сочетаются? Сложно ли тебе перестраиваться? Нет, совершенно не нужно. Они хорошо очень сочетаются. В большой, дружной и многонациональной семье студентов Института культуры именно различия становится настоящим богатством. Будущие артисты, танцоры, режиссеры знакомятся с культурой других народов не по учебникам, а по живым рассказам носителей других культур. Последняя перепись населения 2010 года показала, что порядка тысячи жителей губернии относят себя к полякам. Тех же, кто имеет польские корни, как минимум в десяток раз больше. Для них уже без малого 30 лет работает в Самаре общественная организация поляки Самары «Потома». Организация существует почти 30 лет, и в разное время она организовывала такие мероприятия. И у нас есть, например, библиотека польской литературы, достаточно объемная, с очень интересными изданиями. Это и словари, и учебники, и на периодика. И мы стараемся познакомить молодежь, жители нашего города с польской культурой, с польским языком. В Самаре всегда жило немало поляков. А в историческом центре столицы губернии многое построено архитекторами польского происхождения – Богдановичем, Хвилинским, Квитковским. Польская музыка, польская литература всегда были популярны в нашей стране. Когда я была маленькой, мой папа привез мне замечательную книжку, все для всех, стихи польских поэтов. Я ее читала очень много раз, буквально за братом мы ее затерли в годы. А когда уже стала мамой, я эту книжку читала своему сыну. Оказалось, что в моем сыне есть маленькая копелька польской крови. Может быть, поэтому вот так полюбились эти стихи. И спустя годы я написала несколько песен и стихи польских поэтов, наиболее полюбившихся. И польскую музыку я изучала. Мой любимый композитор Фредерик Шопен. Конечно, интонации польских народных песен, они присутствуют здесь. То есть, такие польские элементы. Расцвет интереса ко всему польскому в Самаре пришелся на конец 20 века. Когда наше сообщество возникло, то была очень большая эйфория. И очень много людей приходили и старались принять участие в его деятельности. У нас в Самаре в это время существовало семь польских классов. Представляете, это было 20 лет назад. Сегодня потомок стремится вернуть этот интерес и планирует больше рассказывать горожанам о таких людях, как, например, детский поэт Ян Бжехла, чьи юбилеи отмечаемы в этом году и чьи стихи многие из нас знают наизусть. В переводах Маршака и Захадера, не догадываясь, кто их автор. Даже будущие молодые журналисты сходу не готовы назвать поляков, внесших вклад в мировую культуру. Известные польские имена какие-то знакомы уже сейчас до этой конференции? Я скажу честно, нет. Да. Впервые проведя в Самаре Дни польской культуры Волжская полыняна, потомок надеется, что горожане будут лучше знать свою культуру и польские мотивы в ней. Как писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, «Любовь к своей стране, к своему народу начинается и невозможно без интереса, уважения, любви к культуре других народов, которые живут рядом с тобой». Самарские поляки надеются, что Дни польской культуры для школьников, студентов, педагогов станут регулярными, и жители губерния лучше познакомятся с теми, кто живет по соседству. Каждый год в ноябре чувашские художественные коллективы собираются со всей области на одно из главных культурных праздниц своего народа. Керсери стал визитной карточкой чувашей, проживающих на территории Самарской области. В этом году он прошел уже в 21-й раз. К этому мероприятию коллективы готовятся весь год. Выступать на главной площадке фольклорного фестиваля Керсери – честь для любого коллектива художественной самодеятельности. Тщательно подбирается репертуар для выступления, самые лучшие народные песни и танцы, пришедшие из глубины веков. Большое внимание уделяется и нарядам. Каждый коллектив привозит экспонаты, некоторым из которых больше ста лет. И только раз в год на фестиваль Керсери их достают из бабушкиных сундуков. Чуваший праздник Керсери обычно проводится после окончания осеннеполевых работ. Не празднование. Чуваши из свежего зерна, из нового зерна готовили каравай, варили пиво из нового урожая и угощали гостей с пожеланием здоровья, благополучия. Говорили «Тавзана». То есть это как раз пожелание здоровья. Я сама в Шанталинского района, села Шантала. У меня там все родные, они мне позвонили, сказали, говорят, Лена, там концерт. А я вообще люблю эти концерты чувашские и татарские. Как-то мы рядом все татары и чуваши. И вот решила приехать, посмотреть все-таки коллектив. И наши приехали из Шанталинского района. Даже вот слезы потекли, когда я увидела все эти полотенца, все наши эти традиции чувашские. Мне очень, ну вообще нравится, конечно. Керсери – праздник урожая. И поэтому богатый праздничный стол – важная часть праздника. Раньше же на повозках, раньше были же праздники застольные. Ваша деревня такой праздник, другая деревня. И все приезжали вот к нам, например. У нас столько гостей, столько было повозок. Это когда застольный праздник. Или телеги, или сани. Столы в фойе Дворца Кирова ломятся от угощения. Блюда и сытные, и сладкие. Соленье и варенье на любой вкус. Чувашские национальные блюда, это самое национальное – это шартан. Шартан готовится из ливера, просят там. Ну, из ливера, короче. И еще национальное, второе идет – хуплу. Это как по-русски корник называется – хуплу. К любым гостям в любое время года это пекут все, всегда. Есть у нас еще омлет. Омлет – это тоже наше блюдо. Без омлета стола не бывает. Но традиционно главным на чувашском столе было сюра – осеннее пиво, которое и дало название празднику. Представляете, осень, новое зерно. То есть именно снова, как закончили осенние работы, именно снова выражая хлеба, хмеля, и делалось все это. Поэтому и называется осеннее пиво на чувашском кирсури. Сегодня все больше представителей чувашского народа переезжают в города. Но и в мегаполисах они стремятся беречь традиции предков, хранить свое культурное наследие и передавать его потомкам. Если мы сейчас не покажем нашей молодежи, они же откуда узнают? Наши дети, внуки. Мои, например, очень гордятся, что вот бабушка у нас вступает. Это даже вот это, очень, как вам сказать, больно, даже если этого дальше не будет продолжаться. Редактор субтитров А.Семкин